сразу мой первый вопрос который зал задал человеку где проект дайте посмотреть говорит ну проекта как такового нет есть картинка итак за моей спиной находится дом куда нас пригласили на диагностику значит хозяин этого строения говорит что начали проявляться обильные намокания на кровли сейчас будут спрашивать в чем дело потому что кровля плоская как видите не скатная да как-то и наоборот стоки направлены как-то вовнутрь плюс это не плита это стропила я вижу как-то странно там что направляем и так и водосточка как бы идет уже вызывает много вопросов так что так очень любопытно говорят сейчас идет обильная отделка внутри важной работы и появляется конденсат будем выяснять может с этим связаны сразу мой первый вопрос который зал задал человеку где проект дайте посмотреть говорит ну проекта как как такового нет есть картинка то есть как я хочу этот получить дом вот я говорю ну я просто я не знаю как эту кровлю кто мол вам мог спланировать и рекомендовать таким образом строить он говорит нет проекта нет только картинка плоская кровля значит повторюсь на размером где-то это пятно застройки 15 на 18 метров и имеете всего 2 водосточные трубы как так и говорят что справляется с этим но это ладно далее изначально кровля уже переделалась значит строю видите вот эти балки 50 на 200 было здесь мягкая кровь у кровля гибкая черепица после одного сезона так сказать зимнего поняли что это все это течет буквально и демонтировали эту гибкую черепицу сейчас пойдем здесь не видно и сделали направляемых технониколь в два слоя ага вот в два слоя технониколь направляем вот ну как бы говорят что протечки от осадков перестали появляться значит они успокоились и начали заниматься отделкой но видите пошли намокания уже эти пятна весь периметр ведь все течет начали делать штукатурку ведь вот эти пятна проявляется вот смотрите видите балки все мокрые сейчас они эту гидроизоляцию обрезали запечатали тит видите пеноплексом сети торцы пирога я удивлен как не проявляется внутри там помещениях потеки желтые пятна то что доступа вентиляции в эту мансарду это получается мансардная плоская кровля нету просто ужас ребят незнание технологий это раз совместили две две разные технологии сделали мансардную кровлю плоскую еще на пол направляем без вентиляции спрашивают что делать что делать значит по проекту наверняка мне так его не эскиз даже не дали посмотреть здесь напрашивается бетонная плита сверху да и тогда и можно делать направляемую кровлю так бы это сработало но деревянную значит мансардную кровлю плоскую она требует как минимум вентиляции чтобы утеплитель дышал и все прочее сделать герметично но это архи сложно архи сложно что делать как быть как пускать какие мероприятия принять чтобы отойти от этой проблемы с наименьшими потерями что я советую теперь советую значит так как уже не представляет человек естественно разбирать не хочет сохранить отделку внутреннего хочет естественно это правильно что я рекомендую значит все ремонта весь ремонт производить сверху демонтировать значит направляемую кровлю листы usb разобраться с утеплением там перелопатить утепление все это снаружи вытащить утеплитель там мокрый заменить сделать качественном пароизоляцию разобраться с перекрытием да у с утеплением перекрытия и уже выставлять скатную кровлю сделай там четырех скатную пологую полноценную кровлю сразу клонка и водосточные желоба выводить на периметр чтобы водичка стекала во все к краю да и так как сейчас идет она во внутрь здания вот и делать скатно пускай с небольшим углом наклона либо гибкую черепицу либо фальцевую вот такой совет я как бы сейчас на данном этапе дает человеку так оставлять ни в коем случае нельзя это ненадежно ненадолго вот если мне огромное желание но мне просто не дают вот где-то вскрыть какой-то участок перекрытие чтобы оценить то сколько так сказать состояние вот утеплителя внутри потому что вот удивлен почему намоками нет так что это они вывешивают на подвесах фальш потолок вагонки подшивают за спан а на мембрану то есть на мансардную кровлю делали из испан а грубейшая ошибка все можно уже демонтаж сделать сразу же что ветер поднялся выехали мы с этого объекта я еще раз подытожим результат моей поездки значит я посоветовал хозяину этого владения сделать капитальный ремонт кровли а именно значит полностью снять направляемую кровлю снять фанеру листы usb перебрать перекрытие утепление в частности посмотреть что там с пароизоляции значит переутеплить все заменить утеплитель мокрый и так далее и уже делать скатную кровлю как бы на эти перекрытия ставят центральный конек какой-то небольшой и выводить скаты на перед периметр здания вот такой вариант да и делать если маленький угол наклона там фальц либо гибкую черепицу так я вижу вот эту ситуацию выход из этой ситуации ну а то что сделано я считаю следствие того что самострой человек взял значит строил без проекта ну многие так строят но хотя бы как-то советуется со знающими людьми в итоге не оказалось таких людей профессионалов рядом с хозяином владения да не никому было подсказать или подсказывали не то значит и вот итог один то что мы видим печальный и так не повторяйте чужих ошибок оставайтесь с нами с вами был мороз алексей компания крупмонтаж пока